ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8000 рублей! Ведь именно эту сумму я готова вручить своему первому сегодняшнему герою. И я надеюсь, что вы им и станете. 8000 рублей за одну грамотно переставленную спичку. Но, конечно же, эту спичку придется поискать. А найти ее не так уж легко. Но у вас все получится. Я в этом не сомневаюсь. Главное, немного математики, немного логики. Все это совместить, немножечко еще моих подсказок добавить, и все получится идеально. И я думаю, что довольно-таки быстро. Ну что, приступайте. Приступайте к поиску одной белой спички, которая лежит сейчас не на своем месте. Ну а после того, как вы ее найдете, вам, естественно, и место ей нужно подобающее подобрать, для того, чтобы в ответе получилось 4. Ну, смотрите, что у нас сейчас. 5 минус 6. Разве это 4? Нет, это минус 1. Отрицательное значение нам не нужно. Нам нужно положительное, причем определенное. 4 плюс 4. Вот к этому ответу необходимо прийти. Одной белой переставленной спичкой прийти к этому результату удастся. Так что идите. Начинайте свое движение к победе с проверки любой белой спички. Вот попереставляйте разные, попереставляйте каждую. Посмотрите, что это даст, к чему это приведет. И в итоге, до счета до 4, расскажите мне о своих результатах в прямом эфире. А вот в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, территориально я имею в виду, зависит номер телефона прямого эфира. Если вы на территории Российской Федерации, то звонить вам нужно с мобильного телефона по номеру 0948. Вот он номер, вон там флаг Российской Федерации. Далее вы видите флаг Армении, номер Армении, соответственно, тоже с мобильного телефона 090701. Если вы в Киргизии, то для вас номер, сейчас он появится, смотрите, с мобильного телефона 0948, со стационарного есть возможность звонить из Киргизии 08278. Ну а если вы не из одной из перечисленных стран, а из какой-то другой страны сейчас, там вы находитесь или живете, не знаю, в общем, вы находитесь сейчас не в России, не в Армении, не в Киргизии, то для вас номер плюс 8, 821-690-19-19. Это дорога в прямой эфир из любого другого, из любой другой страны, также с мобильного телефона 610-19-19. Действуйте. Главное, чтобы ворвавшись в прямой эфир, вам было что сказать. Мне необходим ответ на вопрос. Какая белая спичка лежит не на своем месте, и где ее истинное место, чтобы был ответ 4? Вот об этом нужно вам также подробно, как я спросила, также подробно рассказать. Рассказывайте. Здравствуйте, вы тут. Так, девушка, из шестерки надо получить единицу. Ах, это будет подгон. Хотя это будет равенство 5-1, правда, будет 4. Но не получится из шестерки единица одной переставленной спичкой. А по-другому нельзя получать результаты. В правилах сказано, переставьте одну спичку. Это, кстати, первое правило, и оно обязательно к выполнению. Ну, между прочим, второе правило тоже обязательно к выполнению. Так, чтобы ответ был равен 4. Вот этого я от вас и буду ждать, этого буду добиваться. И за это как раз-таки 8 тысяч рублей вручу. Ну что, я жду того, кому смогу вручить. Пока вижу, что вы начали пытаться пробовать, но чуть-чуть не разобравшись в правилах. Я вам их еще раз повторила. Надеюсь, что теперь все понятно, все ясно стало. И остается только вычислить эту белую спичку. Ну что, вычисляйте. Ищите ее, старайтесь. Она где-то в пятерке, или в минусе, или в шестерке. В общем, где-то в этих трех белых символах она точно находится. Я с нетерпением жду, что вы ее отыщите и поставите на свое место. Это место, кстати, опять-таки где-то в этих трех белых символах. Но где именно, это тоже вам надо вычислить. Ваш ориентир 4. Ваша возможность себя проверить, это ответ 4. Итак, к этому ответу и идите. К этому ответу стремитесь. У вас все обязательно получится. Вы сумеете справиться с этой головоломкой. Сумеете разобраться с этим заданием. Это однозначно. Но нужно стараться лучше, нужно не сдаваться после первой неудавшейся попытки. Ну, неудавшаяся попытка, это абсолютно нормально. Ничего страшного, просто попытайтесь еще более не ошибаясь, а над ошибками работу, совершив, сделав, проделав эту работу. И воспользовавшись уже имеющимся опытом. Но я надеюсь, вам понятно, что прямой эфир не страшен. Я не кусаюсь, уже вы это испытали. Так что начинайте работать с этим заданием, уже ничего не боясь, и будучи предельно внимательным или внимательной, вот к этим правилам, к этим двум правилам, которые обязательны к выполнению. Ну что, какая белая спичка должна переехать? Откуда и куда? Вопрос все еще актуален, ответы все еще не поступило, а 8 тысяч рублей все еще предложены. И я жду, что они все-таки станут вашими. Я жду, что сейчас вы эти деньги заработаете. Рассказывайте только подробно, детально. И вот, кстати, прежде чем звонить в прямой эфир, я всегда об этом говорю. Я не хочу, чтобы вы звонили сюда просто так. Так вот, прежде чем звонить сюда в эфир, проверьте свой ответ по этим правилам. По моим подсказкам и направляющим. И только убедившись в том, что вы все сделали как надо, вот тогда смело набирайте номер телефона прямого эфира. Не забывайте, что в зависимости от того, где вы находитесь, вы можете, соответственно, сюда ворваться. Врывайтесь, смелей, решительней будьте. У вас все обязательно получится. Не нужно только сдаваться, если вот пока что-то не срастается, так сказать. Так, 8 тысяч рублей я готова вручить именно вам. И я жду, что эти деньги вы заработаете. Зарабатываете, зарабатываете их прямо сейчас. Вы сумеете справиться с этой головоломкой, вы сумеете разобраться с этим заданием. Я буду вам это повторять как мантры, потому что я хочу, чтобы вы стали уверены в себе. Ну, не самоуверены везде, хорошо какой-то баланс соблюдать. Но уж скромность, робкость, вот эти качества сейчас нужно отодвинуть на второй, а то и на третий план. Сейчас вам нужно быть решительным человеком. Именно такой человек станет моим победителем. Кстати, о победителях. Их будет много. Это я вам точно могу сказать. Я приготовила много заданий, и у нас достаточно времени, чтобы разобраться не с одним из них, а с несколькими. И у вас есть возможность стать победителем несколько раз. Теперь я думаю, вы понимаете, почему я вас тороплю, почему я говорю, что нет смысла на месте торчать, стоять на одном и том же задании и не сдвигаться с него. Здравствуйте, что у вас получилось? Давайте четверку превратим в единицу. Вот давайте никаких превращений с ответом, с желтыми спичками не будем совершать. Равно 4 остается именно в таком виде. Равно 4 – это правильный ответ. И превращать его во что-либо нет смысла. Этот, именно этот ответ в правилах. Так что если вы 4 или знак равно во что-то превращаете, значит, вы нарушаете правила, значит, вы автоматически не становитесь победителем. Зачем вам такое клеймо? Я думаю, что вам нужно все-таки в себя верить и усвоить оба правила, и оба правила сразу выполнить. Вот не надо ограничивать себя чем-то одним, не надо выдумывать своих условий. Для вашей победы уже все условия обозначены, все дороги в эфир тоже, кстати, обозначены. Вам нужно просто воспользоваться сложившейся ситуацией. Так, сделайте это. Станьте владельцем 8 тысяч рублей. Заработайте эти деньги, не выходя из собственного дома. У вас все обязательно получится. Вы сумеете разобраться с этой головоломкой, вы сумеете справиться с этим заданием. Ну что ж, дерзайте. Вы сумеете разобраться с ним. И работать надо с пятеркой, минусом и шестеркой. Поработать сразу со всеми этими символами не удастся. Одной спичкой три символа сразу изменить нельзя, но... Так, вы в эфире, что у вас, алло? Алло, девушка, здравствуйте. А тут из шестерки нужно роль сделать. Ноль. Ну вот, кстати, неплохо. Пять минус ноль – это пять. Вы максимально близко подошли к ответу четыре. Вы одной спичкой этого добились. Но вы же видите разницу. Пять – это не четыре. Разница небольшая есть. Подумайте, как же сделать так, чтобы разницы между левой и правой частью не было. Чтобы в левой части при подсчетах получалось четыре, а в правой части четыре, чтобы оставалось. И вот тогда этот желтенький знак «равно» возымеет свою силу. Тогда это будет чистой воды победа. И такой как раз-таки победы я от вас добиваюсь. И, собственно, вам ее желаю. И именно за такую победу я готова вручить восемь тысяч рублей. Я жду, когда вы заработаете эти деньги. Старайтесь. Старайтесь разобраться с пятеркой, минусом с шестеркой. Но я остановилась на том, что одной спичкой изменить все три символа сразу нереально. Можно изменить какой-то один. Вот вы шестерку в ноль превращали. Одной спичкой внутри самого символа произвели все изменения. Хорошо. Можно изменить одной спичкой сразу два символа. То есть с одного ее взять, а на другой поставить. Вот такой вариант вы еще не проверяли. Попробуйте, поэкспериментируйте. А вдруг что получится? Опять же, символов белых три. Вот разбейте их на разные пары. Получится у вас раз, два, три пары как раз-таки. Вот попробуйте и в одной паре, и в другой. Одной спичкой сразу два символа изменить. Ну, попытайтесь. Попытайтесь, сделайте это. Восемь тысяч рублей я с радостью вручу именно вам. Я с нетерпением жду, что вы станете обладателем этой суммы. Я жду, что вы станете владельцем этих денег. Но мне нужно услышать от вас правильный ответ. По-другому заработать эти деньги невозможно. По-другому заработать эти деньги не удастся. Так что ни в коем случае не откладывайте на потом свои действия. Не ищите какие-то другие способы, другие правила, другие вариации. А уж работайте с данным материалом. Я всегда это повторяю. Ведь отвлекаться на какую-то несуществующую информацию, недействующую информацию нет смысла. Вам нужно заняться делом, заняться серьезным заработком. Заработком восьми тысяч рублей. Напоминаю, 0948 номер для России с мобильного телефона, 090701 для Армении с мобильного телефона, 0948 с мобильного телефона для Киргизии, а со стационарного для Киргизии 08278. Ну а для других стран тоже мобильный телефон нужно использовать. Но набрать номер плюс 8. Так, сейчас он появится. 821-610-1919. Вот такие дороги, вот такие пути. Причем все они открыты. Используйте свой путь для того, чтобы донести в прямой эфир свой, я надеюсь, победный вариант ответа. Я жду вас с огромным нетерпением. И я уверена, что вы сумеете справиться с этой головоломкой. Я точно знаю, на что вы способны. Я не сомневаюсь в том, что вы можете справиться с этим заданием. Но я понимаю, что требуется время. Я пока вам его предоставляю, но учтите, время программы не резиновое. И время каждого задания, кстати, тоже. Учтите это. Мы не можем с одним заданием разбираться по программе. Это глупо. Алло, вы в эфире. Что у вас тут получилось? Попробуйте перенести спичку с пятерки на четверку. Странный перенос. Пятерку развалили, во-первых. На четверку понесли. Зачем в ответ понесли? Непонятно. В общем, тому, кто назовет мне другое решение, победное решение, я вручу 8,5 тысяч рублей. Новое предложение. Улучшенное. 8,5 тысяч рублей за одну грамотно переставленную спичку. К сожалению, сейчас был ответ с непродуманным переездом. Подумайте все-таки получше, повнимательней, с какого на какой символ спичку нужно перенести. Не стоит пытаться смешать цвета. Наоборот, для удобства, для разграничения сначала идут белые спички, потом желтые. Вот к желтым вы не ходите, желтые вы не трогаете, вы на них просто смотрите. А с белыми как раз-таки работаете. Исмешивать цвета не надо, не надо в ответе вообще ничего видоизменять. Равно 4 остается без изменений, это я вам точно и гарантированно могу сказать. А вот пятерка минус шестерка измениться как-то должны. Но вот без этих развалин, которые вы мне предложили. Тоже развалины вместо математических символов меня никак не устроят. Поэтому ничего не крушите, не ломайте, а трансформируйте цифру в другую цифру. Знак, если вы задействуете, вы можете изменить в другой знак. Но вот думайте, что надо изменить, а что должно остаться без изменений. Думайте, думайте. Нелегко, я это понимаю. Ну, математика, наука сложная, а когда еще и логика затронута, так совсем непросто. Но зато конкурентов у вас меньше. Хотя все-таки не стоит забывать, что конкуренты все равно есть. Подумайте. Подумайте над пятеркой, над минусом, над шестеркой. Подумайте, что же тут должно измениться. Откуда и куда одна белая спичка должна переехать. Итак, я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я уверена, что вы сумеете справиться с этой головоломкой. Но понимаю, что пока требуется еще какое-то время. Хорошо, я предоставляю вам это время. Используйте его, но не для того, чтобы валять дурака, не для того, чтобы заниматься какими-то посторонними делами и отвлекаться на какие-то глупости, а для того, чтобы довести начатое дело до конца. Решить задание. Стать богаче на 8 с половиной тысяч рублей. Так я жду вас. Жду вас. И, может быть, дождалась твоего победителя. Говорите, что у вас получилось. Ну, вот из пятерки сделайте три. Из пятерки три сделать можно одной спичкой. Я с этим не спорю, но три минус шесть – это разве четыре? А, по-моему, это минус три. И такой ответ меня не устраивает. И вот возьмите калькулятор. Проверяйте себя посредством калькулятора. На калькуляторе посчитать проще и быстрее, и точнее. И я надеюсь, это сведет к минимуму количеству ошибок в будущем. Так что в заданиях логическая математика. Не стесняйтесь использовать калькулятор. Штука нужная, штука полезная, штука вам необходимая. Итак, восемь с половиной тысяч рублей тому, кто уж либо сам грамотно считает, либо все-таки калькулятором воспользовался и досчитал до четырех. Пока у нас минус один. Пока мы совсем в другой плоскости, так сказать, находимся, в отрицательных значениях. И нам нужно оттуда уйти до плюс четырех. Я не сомневаюсь, что вы на это способны. Ну что ж, подумайте, откуда и куда спичка должна переехать. Подумайте, откуда и куда она должна переместиться. Ну думайте быстрее. У меня столько заданий впереди. Заданий интересных, денежных. И не так много времени, как хотелось бы на эти задания. Оно пока еще есть, но нужно уже как-то пройти вперед. Нужно уже разобраться с первой головоломкой. Но пока я вижу, что не поддается она вам. Что ж, трудитесь, трудитесь интеллектуально. Это всегда приятно таким образом, таким способом зарабатывать деньги. Тем более такие. Восемь с половиной тысяч рублей, не выходя из собственного дома. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, здравствуйте, девушка. Здесь шестерки, нужно взять спичку и поставить на пять. Будет девять минус пять равно четыре. Совершенно верно, совершенно верно. Девять минус пять равно четыре. Правильный ответ. Скажите, как вас зовут? Евгений. Откуда вы? Из города Торжок. Евгений, восемь с половиной тысяч рублей. Они ваши. Я вас поздравляю с победой. И мы уже перешли ко второму заданию. Правильно, не будем терять ни секунды времени. Девять тысяч рублей. Я вручу тому, кто со вторым заданием справится. Девять тысяч рублей. За одну грамотно переставленную спичку. Задача та же. Переставить спичку так, чтобы имеющийся ответ возымел свою силу. Чтобы имеющийся ответ оказался к месту. Но теперь у нас ответ не четыре, а ноль. Мы идем в начало координат сейчас с вами. А выражение в левой части весьма усложнилось, увеличилось, расширилось. В общем, масса трудностей с ним будет. Но за сложность, за большую сложность задания, большие деньги, большую сумму предлагаю вам. Ну что ж, левая часть теперь выглядит так. Восемь плюс пять плюс семнадцать. И все это равно нулю, якобы. Восемь плюс пять плюс семнадцать равно тридцати. Это далеко не ноль. Но нужно сделать так, чтобы в левой части тоже был ноль. Но что тут нужно изменить? Я уже сказала вам, надо переставить одну спичку. А конкретнее, а конкретнее вы уже мне рассказываете. Откуда эту спичку взять? С какого символа? На какой символ поставить? И как при этом все будет выглядеть вот после этого вмешательства? Равно ноль получится должен в результате подсчета. Опять-таки скажу вам, возьмите калькулятор в руки. Вам это поможет изрядно. И уже благодаря калькулятору вы себя сможете проверять, убедиться в том, что у вас ноль получился, и уже будучи уверенным на сто процентов в своем ответе, хватать в руки мобильный телефон, набирать номер, соответствующий вашему географическому положению. Опять же напомню, что из Киргизии можно звонить и по стационарному номеру, то есть по домашнему 08-278 номер тогда. Для других стран только мобильный телефон используйте. Вот они все данные, необходимые для победы в этом задании. Вот они все данные, необходимые для заработка 9 тысяч рублей. И вот уже от того, как вы будете эти данные использовать, зависит, станут эти деньги вашими или нет. Я надеюсь, что станут. Я надеюсь, что опять-таки ждать долго вы меня не заставите. Могу сказать, что с первым заданием справились блестяще. Да, там были ошибки немало. Да, там были трудности. Но вы довольно-таки быстро и достойно через все это прошли, особенно Евгений, мой победитель. Так, а что у вас получилось в этом задании? Расскажите мне. Алло. Алло. Тут из нуля девятку нужно сделать. Не нужно. Уверяю вас, не нужно из нуля делать ничего. Равно 0 8 желтеньких спичек. И вы их оставляете нетронутыми. Вот как они лежат, так они и продолжают лежать на протяжении всего этого задания. Не трогайте их, не прикасайтесь. И я вам даже больше скажу. К ним ничего туда не подставляйте, рядышком не ставьте. Просто вот эту желтую правую часть не трогайте вообще. Равно 0. Это правильный ответ. Это надо принять, с этим нужно смириться, это надо запомнить. И к этому результату нужно идти. Так, восьмерка плюс пятерка, еще один плюс, единица и семерка. А вот уже вот эту часть, которую я только что вам поштучно прочла, вот с ней надо работать. Там изменения необходимо внести, и изменения должны быть грамотные. Одна переставленная белая спичка, и чтобы вот тут 8 плюс 5 плюс 17 было равно нулю. Пока равно 30. Но переставив спичку, там уже будет не 8 плюс 5 плюс 17, а что другое. Вот что именно, это вы мне уже расскажите, расскажите подробней, расскажите полностью, детально, как я люблю повторять. Именно детали тут важны. Вот откуда вы берете спичку и во что превращается этот символ? Куда вы эту спичку ставите и во что этот символ превращается? Потому что если просто сказать наобум, взять оттуда, поставить туда, ничего не ясно. Нужно пояснять, это обязательно для победы. Вот, кстати, как Евгений, мой победитель первый, он не просто сказал, переставим спичку с шестерки на пятерку, он еще сказал, во что превратилась пятерка после этого и чем стала шестерка. А вы мне что расскажете? Алло. Алло. А мне кажется, восьмерка лишняя. Нет тут лишнего ничего. Задача звучит как? Переставьте одну спичку. Если бы тут было что-то лишнее, вас бы попросили выбросить и что-нибудь из левой части, но этого у вас никто делать не просил, и, соответственно, такие действия совершать бесполезно, даже вредно для победы. Так что больше не делайте того, что не требуется, а сделайте все ровно по правилам. Переставьте одну спичку, вот и сделайте это. Чтобы ответ был равен нулю, вот и придите к нему, и вот это будет победа. Вот это стоит 9 тысяч рублей. Я с радостью вам вручу эти деньги, и я с огромным нетерпением жду, когда вы их заработаете. Дерзайте. Восьмерка плюс пятерка, еще один плюс, единица и семерка. Левая часть сейчас обширна, левая часть широка, и непросто разобраться в ней, но возможно разобраться в ней. Вы сумеете найти нужную спичку. Если она логическим каким-то методом не вычисляется, то просто проверьте каждую. Проверьте каждую белую спичку на то, на своем ли она месте стоит. Может быть, ей лучше быть где-то в другом месте, левой части. Вот так поэкспериментируйте с каждой спичкой. Вот не поленитесь. Не поленитесь, это принесет определенные плоды. 9 тысяч рублей вы придете к равенству равному нулю. Так что каждую спичку проверяйте, лениться тут действительно не стоит. Вы стараетесь сейчас для себя. А у нас спичек, у нас спичек-то 21 штука, если я не ошиблась ни в чем и нигде. А я не ошиблась, да, 21 белая спичка. И найти победную одну из них нелегко, но 9 тысяч рублей. Отличный стимул, хорошее подспорье. Я надеюсь, что вы сейчас стараетесь, действительно стараетесь. И все у вас получится в ближайшее время, в ближайшем же будущем. Так, я жду, когда вы мне расскажете уже о результатах своих. Ведь меня интересует не именно вот процесс, как вы додумались. Меня интересует уже итоговый результат. Так что, как вы думаете, на калькуляторе вы считаете, в уме вы это переставляете. Или вы выкладываете пример перед собой и по-настоящему двигаете спички. Делайте так, как вам удобно. Вот делайте так, как вы быстрее придете к победе. Тот способ, который вам больше подходит, тот и используйте. А мне уже, пожалуйста, о результате расскажите и поскорей. Так, восьмерка, плюс пятерка, второй плюс, единица и семерка. Еще раз повторяю левую часть и поясню. В левой части повторяются символы. Два плюса. Если вы вдруг решите поработать с каким-то из знаков, уточняйте с каким. От этого очень зависит ответ, а от ответа, соответственно, зависит ваш заработок. Я не хочу, чтобы из-за каких-то неточностей, неполных ответов вы не стали богаче. Хотя, может быть, вы имеете в виду совсем другое, а я вас не пойму. Вот недопонимания возникнуть у нас с вами не должно. Полное взаимопонимание и подробный ответ, победное решение. Вот этого я от вас добиваюсь и я надеюсь добиться. Я надеюсь дождаться вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я думаю, что второму герою, конечно, придется нелегко в этом задании. Но он, значит, достоин 9 тысяч рублей, а не 8, как заработал мой первый победитель Евгений. Даже 8 с половиной. Так, вы в эфире, что у вас получилось? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Мне кажется, надо у семерки верхнюю спичку выбросить и будет единица. И все. Нет, единица будет, только вот выбрасывать не стоило. Вы можете эту спичку взять, и вот у вас из 17, из этого числа, будет число 11. Но дальше эту спичку надо куда-то поставить. То есть не просто взять и выбросить, а взять и передвинуть. Задание ведь переставьте одну спичку. Вот опять что-то недосмотрели, хотя левую часть вы, конечно, уменьшили. Но ваш ответ 24, это все равно многовато. Мой ответ 0, и именно к нулю в результате вам нужно прийти. Ну так придите к этому нулю. Добейтесь того, чтобы в ответе был именно 0. Старайтесь. Так, 8 плюс 5. Вы можете купить только тому, кто сделает все вот по этим двум пунктам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из пятерки не нужно и даже не можно сделать два. Вы эту двойку... Я не знаю, для чего вы так крутили эту пятерку, чтобы получить эту несчастную двойку. Смотрите. 8 плюс 2 – это 10. Плюс 17 – это 27. И для чего вам нужна была эта двойка? Во-первых, она получается только двумя переставленными спичками. А во-вторых, вы сейчас сами только что увидели, что к ответу 0 она не приводит. Нет, не нужна она нам ни по одному из пунктов правил. То есть в своем ответе вы оба правила нарушили, и я не знаю, для чего вы это делали. Непонятно. Так, 9 тысяч рублей я по-прежнему предлагаю. Я все еще жду того, кому бы смогла вручить эти деньги. Но пока я слышу лишь попытки справиться с этим заданием. Попытки пока не удавшиеся. Но с этого все начинают. Пока что-то не получается, вы попробуйте еще, поэкспериментируйте, и у вас в итоге получится. Пусть не с первого раза, но победителей не сузят. Неважно, с какой попытки вы придете к победному решению, важно, чтобы вы к этому победному решению пришли. Так, восьмерка плюс пятерка, еще один плюс, единица и семерка. Что же тут должно измениться? Откуда и куда спичка должна переехать? Итак, 9 тысяч рублей. Я готова вручить именно вам за подробный ответ, подробное описание. И я надеюсь, что вот не за горами мой победитель второй или победительница. Ну, кстати, третье задание уж точно не за горами, оно ждет своей очереди, ждет возможности появиться на экране. Но вот пока с этим мы не разберемся, дальше мы не пойдем. Это тоже логика программы, причем весьма грамотная логика. Вот я жду, что сейчас вы здесь разберетесь. Алло, здравствуйте, ваше решение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нужно взять спичку с семерки и поставить на ноль. Семерки взяли, топ мне кто-то предлагал ее выбросить, а вы ее предлагаете в желтую часть отправить? Нет, нет. Тому, кто сейчас назовет победное решение, я готова вручить уже не 9, а 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, новое предложение, улучшенная сумма, но я настаиваю за ответ ноль. Вы мне что предложили? Вы перенесли спичку в ноль и ноль превратился в восьмеркой, а я не принимаю такой ответ, он мне не нужен. О нем в правилах ничего не сказано. Должно быть именно ноль и точка. Здравствуйте, ваше решение. Здравствуйте, уберите, пожалуйста, семерку. Нет, ну что ж такое, не надо ничего убирать, ну перестаньте это делать, прошу вас. Вам нужно спичку переставить. Я в очередной раз повторяю, что выбрасывать от чего-то, избавляться и добавлять, кстати, что-то нельзя. Вам нужно думать над тем, переставить откуда-куда. Вот над чем надо думать. Какую белую спичку взять, с какого символа и на какой символ поставить, в какое место. Вот что мне от вас нужно. 10 тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я уверена, что вы сумеете заработать эти деньги. Я не сомневаюсь, что вы сумеете справиться с этим заданием. Но пока я вижу, с чем мы сталкиваемся? С ошибками, которые связаны, возможно, с невнимательностью, возможно, с упрямством. Вот зря вы проявляете упрямство. Но не в тех местах. Нарушать правила не надо. Тем более капризничать в этом вопросе. Нужно действовать по правилам строго. Вот тут уж лучше упрямство проявить. И вы придете к победе однозначно. Я еще раз вам повторяю. Каждую белую спичку, если проверить, то одна из них сделает вас богаче на 10 тысяч рублей. Так что проверьте каждую белую спичку на возможность переезда в то или иное место в левой части. Да, спичек 21 штука. Да, много там свободных мест в левой части. Но подключайте логику и ответьте сами себе на вопрос. Какими способами мы уменьшаем в математике? У нас левая часть очень крупная. Ее нужно сделать меньше. Но вот как мы уменьшаем? Взять все да поделить мы не можем. Что можем сделать тогда? Подумайте. Подключайте логику. И вот азами, математическими азами воспользовавшись, вы до нуля все это дело доведете обязательно. Ну, вот нужно спичку, конечно, отыскать. Так, экспериментируйте. Я попыталась вас направить на то, где искать эту спичку. А вы уже думаете, куда ее поставить надо. Постарайтесь. С цифрами работайте. На знаки внимания обращайте. В общем, постарайтесь в левой части ничего из своего вида не упустить. Действуйте. Здравствуйте. Что у вас получилось? Здравствуйте. Давайте попробуем из нуля сделать восьмерку. Нам нужен этот ноль. Он в ответе. Вы зачем туда полезли? Еще и восьмерку предлагаете мне настойчиво. Мы, кстати, изучали уже этот вариант, когда что-нибудь к нулю добавить. Да не надо ничего добавлять. Оставьте ноль нолем. Вот так. 10 тысяч рублей. Вручу тому, у кого ноль получится. А вы настойчиво стараетесь от него отойти, наоборот. Уж не знаю для чего. Серьезно. Не понимаю, почему вам так не нравится этот результат. Наоборот, удобно к нулю идти. Считать удобно. Считать легче. Опять же, даже если калькулятор есть, все равно как-то хороший ответ. Ровный. Ровнее не бывает. Круглый. Так, я жду сейчас вашего победного звонка. Я жду, что сейчас вы справитесь с этим заданием. Я уверена, что эту беленькую спичку найти вам удастся. Особенно, если вы воспользуетесь моим советом и начнете каждую белую спичку проверять. Вот не побрезгуйте ни одной из них, потому что, возможно, какую-то из них вы решите пропустить, да пусть лежит на своем месте. А она окажется той самой. Той самой, которая должна вам принести 10 тысяч рублей, а вы ее просто упускаете. Так что, надеюсь, что таких ошибок, таких оплошностей не будет. Я надеюсь, что вы сейчас разберетесь с этим заданием. Все у вас обязательно получится. Здравствуйте, вы в эфире. Ваше решение. Здравствуйте, девушка. Из восьмерки сделать нужную единицу. Так, теперь вы предлагаете мне выбросить ряд белых спичек. То предлагали к желтым что-нибудь добавить, теперь из белых что-нибудь убавить. Нет, я не принимаю такое предложение. Очень странные методы у вас опять. Не знаю, для чего вы все это делаете, но надеюсь, что вы сейчас действительно отдумаетесь, сколько можно вам говорить об этом. Одна спичка портит всю картину. Да, эту спичку найти непросто, но реально. Но возможно. И как долго мы еще эту спичку будем искать? Восьмерка. Плюс. Пятерка. Еще один плюс. Единица. И семерка. Что же тут должно измениться в этих шести, да, шести белых символах? Четыре цифры, два знака. Может быть, вам стоит их разбить на пары? Может быть, вам стоит подумать вот в этом плане о каких-то взаимных изменениях в левой части? Ведь не обязательно зацикливаться на каком-то одном символе. Совершенно точно не обязательно. Попробуйте изменить два символа взаимно. Кстати, вот в первом задании это нам как раз-таки и помогло. Подумайте здесь. Восьмерка. Плюс. Пятерка. Еще один плюс. Единица. И семерка. Думайте. Десять тысяч рублей. Я готова вручить именно вам. Так. Думайте, думайте. Старайтесь. Одна спичка лежит не на своем месте. Мы эту спичку ищем. Действуйте. Старайтесь, старайтесь. Одна спичка должна вам помочь стать богаче на десять тысяч рублей. Надо ее отыскать. Старайтесь. Пробуйте. Не нужно только останавливаться вот на какой-то одной из них. Вы одну схватили, что-то попытались, не получилось. И после этого опускать руки ни в коем случае нельзя. Надо пытаться еще, еще и еще. Если вы сдались, если вы опустили руки, то вы точно лишаете себя этой победы. А я не хочу, чтобы вы себя лишали этой победы. Так что предпринимайте еще попытки. Одна из этих попыток увенчаться успехом, это так он в жизни. Это абсолютно точно так и будет. Я надеюсь, что просто вы раньше конкурентов придете к этому решению победному. Здравствуйте. Что у вас получилось? А давайте еще норки сделаем единицу. Да хватит выбрасывать спички, ну что же вы делаете-то? Объясняю всю эту информацию, вам просто разжевываю, а вы опять на своем стоите. Выбрасываете спички и все. Я понимаю это желание, действительно понимаю, но уже объясняла вам, что то, что на поверхности зачастую, то, что так и чешутся руки сделать, не всегда, скорее всего, в большинстве случаев непобедно. И вот вы на эту ловку попались в очередной раз. Да, большая левая часть, ответ 30, а нужно 0. Ну вот надо что-то выбросить. Не надо выбрасывать. Не надо выбрасывать, уверяю вас. Надо переставить одну спичку таким образом, чтобы в ответе получился 0. Но при этом количество спичек белых и желтых тоже остается прежним. Более того, желтые спички остаются на своих местах, а вот среди белых одна переезжает, а остальные на своих местах. А белая просто меняет локацию свою, но опять же оставаясь в белой левой части, не выходя за ее пределы. Вот такие нюансы, вот такие особенности. Но, к сожалению, пока вот с этими особенностями и с этими правилами и все это вместе сопоставить не удается никому. Но пробуйте, пробуйте еще, и у вас все обязательно получится. Я не сомневаюсь в этом. Так, я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу, и я надеюсь, что сейчас появится мой герой. Я надеюсь, что сейчас появится профессионал. Итак, где же этот профессионал? Где тот, кто может разобраться с этим заданием? Я жду этого человека. 10 тысяч рублей. Я готова вручить именно вам, и я не сомневаюсь, что вы заработаете эти деньги. Дерзайте. Восьмерка плюс пятерка, еще один плюс, единица и семерка. Что же тут должно измениться? Жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Уверена, что вы сумеете справиться с этим заданием. Это нелегко. Это действительно непросто. Но это возможно. Попытайтесь. Попытайтесь и сделайте это. У вас все обязательно получится. Да, задание непростое, но я могу сказать, что... Я так хвалила вас в первой головоломке, что я настроилась, что мы быстро будем разбираться со всеми заданиями. И пора уже переходить к третьему. Да, пора уже двигаться дальше. Пора уже идти вперед. Вот, и я жду, что сейчас мы пройдем вперед. Что сейчас вы одержите победу. Я надеюсь, что сейчас это произойдет. Итак, 10 тысяч рублей я готова вручить вам. Я надеюсь, что сейчас появится человек достойный этого заработка. Я надеюсь, это вы говорите. Что у вас получилось? Мне кажется, в ответе будет 30. Ох, хорошо считаете. Да только недостаточно тут просто такого голого подсчета. Тут еще и логика. Не только математика, но и логика должна быть подключена к поиску решения. Одна белая спичка портит всю картину. Одна белая спичка находится не на своем месте. Эту спичку найти нелегко. Но ее найти можно и нужно. И переставить на свое место нужно. И тогда в ответе будет не 30, как вы верно заметили, а 0, что требуется по условию задания. Эх, читайте правила. Читайте правила. Вы в очередной раз о них забыли. Переставьте одну спичку так, чтобы ответ был равен 0. И вот с этим не удается все совместить, я не знаю, скомпоновать. Чтобы ответ удовлетворял оба условия. Нет, обязательно где-то в разрез, где-то в другую сторону пойдете. Жалко, обидно. Столько времени тратим. И старания ваши, я слышу это все. И обидно, что до сих пор мне некому вручить 10 тысяч рублей. Правда, обидно. Но ничего страшного. Я все равно верю, что у меня появится профессионал. Я верю, что у меня появится герой. Я верю, что получится у вас справиться с этим заданием. Пусть получится побыстрее. Так, я жду вас. 8 плюс 5 и плюс 17. Да, 30. Но 30 это перебор. 30 это многовато. Должно быть 0. Ровно. Начало всего. Начало координат. Это прекрасно. Я надеюсь, что вот к этому началу мы сейчас придем наконец. Ну так, где тот, кто справился с заданием? Где тот, кто сумел разобраться с этой головоломкой? Я жду вашего победного варианта ответа. Я надеюсь, что сейчас у вас все получится. Я жду вас. Здравствуйте, вы в эфире. Что же у вас получилось? Алло. Алло. Здравствуйте. А давайте с восьмерки поставим на ноль. Вот в ответ зря перенесли. С восьмерки взять можно. Тут надо бы уточнить, что вы взяли с восьмерки. Там может быть ноль, может быть девятка, может быть шестерка. Видите, какое разнообразие вариантов. А вариант я принимаю только один. Но вот не стоило ставить на ноль, это однозначно. Не стоит белую спичку отправлять к желтым спичкам. Наоборот, поступать тоже не надо. Пусть каждая останется в освоясях. Желтые справа, белые слева. Одна белая в рамках своей компании, так сказать, должна переехать. Вот и все. Вот и жду, когда же она переехит. Итак, 10 тысяч рублей я готова вручить именно вам. И я жду, что вы заработаете эти деньги. Я уверена, что вы сумеете справиться с этим заданием. Итак, поверьте в себя и покажите, на что вы способны. Покажите себя профессионалом. Я не сомневаюсь в том, что у вас все получится. Дерзайте. Одна спичка портит всю картину. Одна спичка находится не на своем месте. Эту спичку сейчас мы ищем. Над этой спичкой работаем, трудимся. Пока еще к победному результату не пришли. Но хочется верить, что кто-то сейчас прозреет. Кто-то сейчас поймет, где должна эта спичка лежать. Откуда, соответственно, она должна переехать. И расскажет об этом мне и всем другим телезрителям. Напомню вам, что где бы вы ни находились, где бы вы ни были, вы можете сейчас стать победителем. Надеюсь, что это тот самый момент. Говорите, что у вас получилось. Здравствуйте. Значит, с единицы переставьте на семерку. С единицы на семерку? Единица развалилась. Семерку вы испортили. Нет, вы ничего не выбрасывали, но вы полпримера просто разрушили, сломали. И такое я тоже не принимаю. Должно быть математическое выражение с математическими символами, которые можно посчитать и получить в ответе ноль. То, что вы мне предложили, вот из числа 17, то, что получилось, это невозможно посчитать. Это непонятно что. Это вообще не математика, скорее всего. Так что такое я не принимаю и предлагаю вам подумать еще. Предлагаю вам исправиться и все-таки довести начатое дело до ума, до победного конца. Я жду вашего победного решения. Я уверена, что все у вас получится. Просто чуть лучше старайтесь, чуть больше постарайтесь. 10 тысяч рублей. Я готова вам вручить и надеюсь, что сейчас это состоится. Это вручение, это победа. Да, вы в эфире говорите, что у вас получилось. Давайте из пятерки сделаем ноль. Из пятерки ноль? Не надо так делать. Одной спичкой вы не работали, вы одну переставили, вторую добавили. И в ответе у вас 25. Не ноль же. Добавляете спички, получаете не те ответы. Ну за что мне вам 10 тысяч рублей вручать? Не за что, к сожалению. А хотелось бы, чтобы было кому и было за что вручить эти деньги. Мне очень хочется перейти уже к следующему заданию. Мне очень хочется порадовать вас новыми головоломками, новыми предложениями, а чтобы вы радовали меня своими очередными новыми победами. Ну, более интересными, так сказать. Потому что сложность будет возрастать, и победа не так легко будет даваться. Хотя я и понимаю, что и сейчас-то нелегко уже. Вполне, да. Но думайте. Все-таки думайте еще над левой частью. Старайтесь, ищите эту спичку. И расскажите мне о том, где она должна находиться. Откуда она должна переехать. И куда она должна приехать. Куда она должна стать. Жду вашего ответа в прямом эфире моего шоу. Что 10 тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я не сомневаюсь, что вы способны справиться с этим заданием. Я уверена, что вы способны разобраться с этой головоломкой. Ну да, определенные сложности тут, конечно же, присутствуют. Не без этого. Ну а какое задание без сложностей? Как вообще вы представляете себе задание без трудностей? Вот очевидное решение, такие задания 10 тысяч рублей не приносят. А вот это задание, да, со сложностями немалыми. Не каждому оно по зубам. Но тому, кто справится, я 10 тысяч рублей вручу с радостью. Здравствуйте, что у вас получилось? Девушка, здравствуйте. Из восьмерки сделайте это, кто вам. Выбросить две спички вы мне предлагаете? Нет, не принимаю я такое предложение. Ваш ответ 24, по-моему. А, выбросили два. Сделали два, выбросили две спички. 7, 24, все правильно. Ну, не ноль ведь, а должен быть ноль. Хорошо, у вас получаются разные ответы, но кроме победного. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, девушка, из единицы сделайте, пожалуйста, ноль. И вы считаете, что это нам поможет? 8 плюс 5 плюс 0,7. 20. Ваш ответ 20. А мой ответ по-прежнему ноль. И они по-прежнему не совпадают. Хотя должно быть стопроцентное совпадение. Эх, увы и ах. У нас опять недопонимание. Или у вас недопонимание правил. Нет, чтобы стать победителем правила, нужно понимать полностью от и до. И, к сожалению, пока такого не произошло. 10 тысяч рублей. Я все еще предлагаю вам. Я жду, что эти деньги вы заработаете. Я уверена, что вы на это способны. Но нужно стараться лучше, нужно стараться больше. Пока не выходит, пока не получается. Ну, пытайтесь. Пытайтесь, пробуйте и уменьшайте левую часть. Вы ее уменьшаете, но так вот мелко, так на чуть-чуть. Этого недостаточно. Ответ за 20 тоже не годится. Должен быть ответ именно ноль. И для такого ответа уменьшение должно быть весьма глобальным, весьма масштабным. Вот посмотрите, как тут можно уменьшить максимально. Вот одним только движением руки. Как уменьшить левую часть? Поработайте с цифрами, поработайте со знаками, в конце концов. Главное, с белыми, конечно же. Что вы сделали? Расскажите мне. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот берем спичку с восьмерки и ставим на ноль. Нет. Опять вы решили, что ответ надо изменить. Не надо. Ответ нужно оставить без изменений. Ответ ноль, правильный ответ. И этот ответ должен получаться. Почему у вас так и чешутся руки? Сделать его другим. Нет, вот в левой части должно быть другое математическое выражение. Там может быть сумма, там может быть разность. Тут два знака, там может быть и то, и другое. Но вот с этим вы как-то работать не особо соглашаетесь. А зря. Очень даже зря. Так, я жду вас. Я все-таки жду, что вы разберетесь с этой головоломкой. Я надеюсь, что все у вас благополучно сложится с этим заданием. И эти 10 тысяч рублей станут вашей собственностью. В конце-то концов. Но хотелось бы, чтобы поскорее, ведь программа, опять же, говорю вам, идет, время, программа уходит, пока мы с вами стоим на месте. Время не стоит на месте. Оно уходит, оно движется. Мне бы хотелось, чтобы вы победу и ни одну еще успели одержать. Я вам задание предложить могу, но предложить больше времени, чем у нас есть, я не в силах. Так что в ваших руках грамотно его использовать, это время. Время, старайтесь, старайтесь. Напомню вам дорогу в эфир. 0-9-48 с территории Российской Федерации с мобильного телефона. Вот вы тут, алло. Из ноля нужно сделать шесть. Не нужно. Перестаньте, пожалуйста, что-либо делать из ноля. Напоминаю, телефоны дальше. 0-9-0-70-0-1. Телефон, который набирается с мобильного аппарата из Армении. Из Киргизии с мобильного 0-9-48 с домашнего 0-8-278. А для других стран с мобильного плюс 8-821-610-19-19. Дорога в эфир озвучена из любой точки мира. Вы можете в эфир позвонить вам. Дороги, опять-таки, произнесены, описаны. Я надеюсь, что эту информацию вы будете использовать. Использовать сейчас, а не когда-либо потом. Я напоминаю, это прямой эфир. И на потом откладывать свои действия, откладывать свою победу, так сказать, в долгий ящик не стоит. Одна спичка портит всю картину. Одна спичка находится не на своем месте. Я все жду и жду, когда же эту спичку вы переставите. 10 тысяч рублей. Вы можете все еще заработать. Алло, вы тут, что у вас получилось? Девушка, здравствуйте. Мне кажется, что из семерки нужно сделать тройку. Добавить две спички предлагаете? Не соглашаюсь. Опять, опять мне это предложение не нравится. Я не иду вам навстречу в нем. Вам советую дополнительные спички не использовать. Вам советую имеющиеся спички не выбрасывать. Я вам советую наконец-таки усвоить эти правила. Вот прочитать их и понять наконец-таки, что вам надо по ним делать. Переставить одну спичку так, чтобы ответ был равен нулю. К сожалению, пока все не удается так сделать это. Выполнить я понимаю, что сложно. Но при этом и вы меня поймите, я знаю, что можно. Я надеюсь, что сейчас вы этого добьетесь. Так я жду. Я жду того, кому смогу вручить 10 тысяч рублей. И признаюсь, заждалась уже. С первой головоломкой вы были гораздо быстрее, гораздо внимательнее. А почему-то вот перехвалила, видимо, действительно. И во втором задании вы расслабились. Зря вы так поступили. Зря вы так вот с собой же делаете это. Так легкомысленно подходите к своей же собственной победе, и к своей же собственной возможности. Я надеюсь, что вы сейчас опомнитесь, и уже никаких ошибок не будет. И будете внимательны и точны в действиях, в этих переездах, в результатах. Потому что результат меня интересует только ноль, а вы мне уже предложили массу всего неподходящего. Так, я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу с огромным нетерпением. Жду вашего появления. Здравствуйте. Вы в эфире. Что у вас получилось? Алло. Алло. Девушка. Четверки делаем двойку. И этот вариант тоже не вариант. Вы две спички переставили, и ваш ответ 27. А мне нужно, чтобы вы одну спичку переставили, и чтобы ваш ответ был ноль. Мы не совпадаем вообще ни по одному из пунктов. Как так? Правила выведены на экран. Только соблюдение их и требую. И вот именно требую, не просто прошу, а требую. Если эти требования не выполнены, то победы вам не видать, как говорится, как собственных ушей. А я хочу, чтобы победа была вашей. И 10 тысяч рублей, чтобы стали вашими. Ну так что ж. Решайтесь. Решайтесь. Стать победителем. Потому что сколько можно с этим заданием бороться, сколько можно этим правилам противоречить, я не знаю. Но я знаю, что смысла в этом нет. Здравствуйте. Ваше решение. Здравствуйте. Со второго плюса надо взять спичку, поставить на цифру 5. И будет 8 плюс 9 минус 17. Это победа. Это победное решение. Ура. Победный вариант на озон. Все посмотрите, как выглядит равенство. А вы скажите, как вас зовут? Алина. Алина, а вы откуда? Я из Архангельска. В Архангельск 10 тысяч рублей отправляются. А я отправляюсь к третьему заданию. Оно уже на вашем экране. Новое неравенство. И, естественно, новая сумма вознаграждения. 11 с половиной тысяч рублей. Большие деньги, но за сложное задание, за выполнение сложного задания. Здесь вновь нужно переставить одну спичку, переставить так, чтобы получился заданный ответ. Но на этот раз мы имеем дело с вот таким выражением. 5 плюс 13 минус 8 равно 15. Ну вот они, глупости. 5 плюс 13 минус 8 – это 10. А нужно 15. Ну разница не такая уж большая между левой и правой частью, но она все-таки есть. И вот подумайте, как добиться того, чтобы разницы не было. Чтобы в правой части было 15. Оставалось. И в левой части 15 получалось. Так, думайте, откуда и куда спичку нужно переместить. Старайтесь. У вас все получится. С заданием этим справиться вы сумеете. Но это очень нелегко. Это серьезная головоломка. Головоломка уже третья. Это определенный уровень. Вот мы до него доросли, но еще пока не переросли. Перешагнуть через этот барьер нам еще не удалось. Но я уверена, что вы его возьмете. Да, нужно немного подумать. Да, нужно немного поошибаться, само собой. Но все это не напрасно. Все это для того, чтобы вы стали богаче. Для того, чтобы вы зарабатывали деньги. Ну что ж, зарабатывайте их. Зарабатывайте их сейчас своим умом. Покажите, на что вы способны. Ваша победа в ваших руках. Ну, дерзайте. Действуйте. Не просто понять, откуда и куда переставить спичку. Но используйте опыт предыдущих заданий. Работайте с каждым символом. Работайте с символами взаимно в паре. Но главное, проверяйте каждую белую спичку. Потому что сейчас совершенно непонятно, в какой из них заключена победа. А учитывая, что их 22, то есть их даже больше, чем в предыдущем задании, непросто будет найти ту одну, которая принесет вам 11,5 тысяч рублей. Но у вас-то получится. Вам это удастся сделать. Старайтесь. Старайтесь. Изо всех сил старайтесь, как никогда. Думайте, откуда и куда спичка должна перебраться. Ох, непросто справиться с этим заданием. Но я уверена, что сейчас стоит немного пораскинуть мозгами, как говорится. И вы додумаетесь до этого переезда. Да, со вторым заданием была та же история. Сначала вообще ничего не понимали. И тоже была вот такая тишина. Я понимаю, с заданием нужно как-то породниться, видимо. Привыкнуть к нему, как минимум. А потом уже будут и варианты, и победное решение обязательно придет вам в голову. Так что сейчас даю, конечно же, вам время подумать, сосредоточиться и уже взяться за какую-то спичку. По крайней мере, за проверку этой самой спички. Здесь, в таком крупном задании, в крупной левой части, я опять-таки вам посоветую что-то изменить взаимно. А не зацикливаться на одном только символе, на одном только знаке или одной только цифре. Попробуйте поработать взаимно. Цифра, 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 знак, знак, цифра, знак, знак. Ну, вот такие пары. Возможно, так, откуда, куда спичку взяли, что получилось? Рассказывайте. Пятерку меняем на тройку. А, вы в рамках одного символа работали. Ну, хорошо. Пятерку на тройку. Ну, соответственно, 3 плюс 13 – это 16. Минус 8 – это 8. Не тот ответ. Более того, у вас ответ еще и уменьшился. У нас и так там 10. Надо увеличить. Увеличить до 15. Вы как-то ошиблись с направлением. Уменьшать начали, наверное, еще на волне второго задания. Прокатились, так сказать. Увы, со вторым заданием мы уже справились. Там мы уже хорошо уменьшили левую часть до 0. Тут левую часть с 10 до 15 увеличивать надо. Ну, вот и увеличивайте. Вот и увеличивайте. За это 11,5 тысяч рублей вам вручу. Так, я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я уверена, что с этой головоломкой вы сумеете разобраться. Так, пятерка плюс единица, тройка, минус восьмерка. Вот так поэтапно я прочла вам детально, прочла левую часть. И вот с каждой из этих деталей, которые я вам только что назвала, и цифры, и знаки, вам нужно работать. Работайте. Работайте, трудитесь, старайтесь. 11,5 тысяч рублей зарабатывайте. И могу сказать, что это задание тоже не должно стать последним. Оно сложное, да, но есть время справиться с ним, и еще перейти к другому, и справиться и с тем. Я надеюсь, что время этого вы будете расходовать бережно, и, соответственно, станете победителем еще несколько раз. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Переставьте спичку с тройки на пятерку. Тройка рассыпалась, а вот из пятерки я не пойму, без ваших пояснений, что будет. Шесть или девять? Не знаю. Не могу за вас решить, да и рассыпанная тройка тоже не приближает вас к победе однозначно. Опять же, я проверяю белую тройку и белую пятерку. Ну, как бы по умолчанию я на вашей стороне. Если вы вдруг сейчас имели в виду желтую пятерку, ну, я вам сразу говорю, глупость, ответ мы не трогаем. Равно 15 – это правильный ответ, и он у нас остается таким. Мы к нему как раз-таки и идем. Мы к этому результату как раз-таки стремимся. Я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я жду, что сейчас вы справитесь с этой головоломкой. И я действительно верю, что быстро. Пусть несколько другие действия. Тут увеличивать, да. Увеличивать нужно левую часть, в отличие от предыдущего задания. Но я надеюсь, что вы сумеете быстро переключиться. Так, жду, когда это переключение состоится. И вы мне опишите, откуда и куда белая спичка должна переехать. Я жду этого описания подробного. И жду его именно от вас. Номера телефона прямого эфира. В нижнем левом углу экрана никуда они не денутся до конца программы. Так что дороги в эфир вам известны. Будь вы в России, Армении, Киргизии или в любой другой стране мира, для вас этот номер есть. Главное, читайте грамотную информацию. Номера стран, флагами стран обозначены. Вот большой номер с глобусом – это для всех остальных стран мира. Мне кажется, тут схематично все понятно. Вот тут пока в левой части ничего не понятно. Но если вы тут смогли разобраться, то здесь разобраться не проблема. Так, 11,5 тысяч рублей. Я так решила, что не достанутся они никому. Но за победное решение я вручу 12,5 тысяч рублей моему третьему победителю. 12,5 тысяч рублей. Как вам такое предложение? Я думаю, отлично. Я думаю, великолепно. Но вот невеликолепно то, что спичка по-прежнему не на своем месте. Она все еще портит, так сказать, всю картину, портит все задание. Я все еще жду, что вы сумеете изменить это. Что именно вы сумеете обстоятельства как-то перебороть. Ну, не насильно, а вот с умом. Я жду вашего победного варианта ответа. Итак, я жду вас. Пятерка, плюс, единица, тройка, минус и восьмерка. Что же тут должно измениться? 12,5 тысяч рублей я предлагаю именно вам. Я жду, что вы справитесь с этим заданием. Я уверена, что вы разберетесь с этой головоломкой. Но так поверьте же в себя. Экспериментируйте. Действуйте. Одна спичка где-то не на своем месте лежит. Ищите эту спичку, старайтесь. Сложно ее отыскать, но самое главное, что она здесь. Она перед вами, более того, вы ее видите. Вы просто не понимаете, что это та самая спичка. Ну, поэтому вам и говорю. Проверяйте разные варианты обязательно. И найдите в итоге единственно победный. Действуйте. Сложно. Конечно, сложно, но реально. Я вижу эту спичку, я понимаю, где она стоит и где она должна стоять. Жаль, что я не могу вам вот, не подсказывая вслух, вот телепатически это донести не могу. Так же, как и ваш ответ принять телепатически тоже не могу. Поэтому нам остается с вами, что говорить. Говорить мне вам подсказки, направляющие легкие, а вам победный вариант ответа. Говорить вслух, произносить в эфире во всеуслышание. Ну вот давайте этим сейчас и займемся. Я жду, что вы мне расскажете о своем победном решении. Действуйте, действуйте. Еще раз напомню вам, что когда левая часть столь широка, велика, и столько символов и спичек в себя включает, то лучше работать взаимно. С одного символа спичку взять, белую спичку с белого символа, на другой белый символ эту белую спичку поставить. Вот попробуйте это сделать. Вот попробуйте это сделать. Здравствуйте, что у вас получилось? Берем спичку и сделаем из восьмерки тройку. Это две спички. Вы взяли, не пытайтесь меня запутать. Вы подогнали, кстати, да, у вас 15, но две спички. Вы взяли две спички, и вы их не просто взяли, вы их вышвырнули, вы их выкинули из примера, а в задании сказано переставить. Вот опять нюансы, нюансы. Вроде бы все хорошо сделали, и 15 в ответе, а не победа. Потому что против правил вы все-таки идете. По крайней мере, против первого правила. И не переставили еще и ни одну спичку. А со вторым правилом, чтобы ответ был равен 15, тут вы да, тут вы все хорошо сделали. Ну, победное решение, оно должно удовлетворять всем условиям. И только тогда 12,5 тысяч рублей достанутся вам. Я жду возможности вручить вам эти деньги. У меня есть уже два героя, Евгений и Алина. Два победителя. Умники, молодцы, но пусть их будет больше, этих умников в моем шоу, в моей программе. Пусть вы будете среди них. Откуда бы вы ни были, Россия, Армения, Киргизия и другие страны мира, из любой точки мира вы можете сейчас изменить. Два символа в левой части. И учитывая, что в левой части такое разнообразие в знаках, вот я бы больше обратила внимание на цифры. Белые цифры в левой части. У вас есть пятерка, единица, тройка и восьмерка. Вот и подумайте, что в этих белых цифрах вы можете изменить. Взаимно даже. Вот подумайте на эту тему. Подумайте хорошенько. Я сейчас вам очень хорошо подсказала. Прямо так явно. Я надеюсь, что не зря это сделала. Я уже готова переходить к следующему заданию. Хочу, конечно же, с вашей помощью перейти к следующей головоломке. Не знаю, удастся, не удастся. Посмотрим, как вы сейчас себя проявите. Я надеюсь на лучшее. Серьезно. Я надеюсь, что сейчас появится профессионал, появится тот, кто во всем разобрался, все понял и не готов это скрывать. Готов об этом во всеуслышании заявить. Я надеюсь, что такой человек – это вы. Значит, я жду вас. Значит, я жду как раз-таки вашего появления в прямом эфире моего шоу. Так, 12 с половиной тысяч рублей. Я предлагаю именно вам. Я жду, что сейчас эти деньги вы заработаете. Ну что ж, зарабатывайте. Зарабатывайте их немедленно. Не ждите никого и ничего. Проявите себя. Вы в эфире. Здравствуйте. Что у вас получилось? Алло. Алло. Тут из второй пятерки надо сделать ноль. Нет, не надо. Не надо. Из второй пятерки. И из второй единицы, кстати. Потому что обе они желтые, они в ответе. С ними ничего делать не надо. Это равно 15. И знак равно, и число 15 остается без изменений. Я прошу вас посерьезнее, вот к этому факту подойдите. Вы так легкомысленно всегда и так легко трансформируете правильный ответ, что я делаю вывод, вы не понимаете смысла задания. Вам нужно переделать левую часть. Вам нужно переделать именно левую часть. Причем одной только переставленной белой спичкой. Вот переделайте. Постарайтесь. 12 с половиной тысяч рублей я готова вручить именно вам. И я с нетерпением жду, что вы придете к этому заработку. Сумма огромная. Задание сложное. Конкурентов минимум. Да, при всех этих трудностях вы сейчас в очень выгодном положении находитесь. У вас сейчас есть реальная возможность заработать деньги, не выходя из собственного дома, в пятницу, в канун выходных. Ну здорово-то как. Так почему вы этого не делаете? Берите пример уже с двух героев, которые все сделали хорошо для себя, все сделали, молодцы, ничего не скажешь. Ну вот серьезно. Ну и вот я жду, что вы сейчас по их стопам пойдете. Их примером воспользуетесь. И послушайте примером для следующих моих героев. Но опять же, вы можете стать героем несколько раз. Никто вам это не может запретить. Дорога в эфир известна. Да, задания будут сложнее, но они еще пока могут быть, если мы поторопимся с этим. А если, конечно, в таком же духе все будет продолжаться, я тогда сомневаюсь, справимся ли мы даже с этим заданием, не говоря уже о следующих. Так, я жду вас. 12 с половиной тысяч рублей я готова вам вручить. Я уверена, что вы сумеете разобраться с этим заданием. Я не сомневаюсь, что вы сумеете справиться с этой головоломкой. Так, жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Мне нужен герой. Мне нужен лидер. Я жду этого героя, я жду этого лидера. Жду профессионала. Пятерка плюс единица, тройка, минус и восьмерка. Что же тут должно измениться? По-прежнему предлагаю вам ответить на этот вопрос быстрее, чем конкуренты это могут сделать. Но отвечайте же скорее, с какого символа вы взяли спичку, на какой поставили. Учитывая, что я вам уже подсказала, обратите больше внимания на белые цифры. Их четыре. И вполне может быть, что две из них выглядят не так, как надо. Здравствуйте, что у вас получилось? Пятерки, делайте шесть. Добавить спичку предлагаете? Нет, не согласна. Я настаиваю вот на этих двух пунктах. Переставьте одну спичку, так, чтобы ответ был равен пятнадцати. У вас ни то и ни другое не случилось. Не произошло. Жаль. Жду другого варианта, возможно, от вас же. Но более продуманного варианта, отвечающего правилам. И вот тому, кто назовет мне такой вариант ответа, я вручу, внимание, пятнадцать тысяч рублей. Вот так мы и поступим. За ответ пятнадцать, пятнадцать тысяч рублей. Вот теперь-то уж не обратить внимание на этот ответ просто невозможно. Именно за него, за ответ пятнадцать, я вручу пятнадцать тысяч рублей. Но не думайте, что если сейчас вы мне предложите пример равный ста двадцати, я вручу вам сто двадцать тысяч рублей. Нет. Только в отношении ответа пятнадцать действует вот это хорошее предложение. Это слабо сказано. Хорошее. Так что сейчас придите к требуемому ответу. Пятерка плюс единица, тройка, минус и восьмерка. Что же тут должно измениться? Откуда и куда спичка должна переехать? Откуда и куда эта спичка должна переместиться? Я жду ответа подробного. И не потому, что я так привередничаю, а потому, что, хотя бы потому, что тут символы повторяются, и должно быть все понятно. Более того, у цифр есть такая особенность. Вот с пятеркой мы работали в первом задании. На нее можно поставить спичку вот либо сверху, либо снизу. А от этого очень зависит, во что она превратится. Либо в шестерку, либо в девятку. Так что мне точно нужно знать, что и во что превратится после вашего вмешательства 15 тысяч рублей. Я готова вручить именно вам. Поймите. Поймите. Не так-то просто справиться с этой головоломкой. Я это прекрасно осознаю. Ну, я иду вам навстречу и подсказками, и увеличением суммы вашего заработка. Но я не могу сделать все за вас. Я не могу сделать все за вас. Это ваша победа, в конце концов. Так я жду вашего победного звонка. Сосредоточьтесь. Пятерка. Плюс. Единица. Тройка. Минус. Восьмерка. Займитесь делом. Необходимо, необходимо справиться с этим заданием. Пятнадцать тысяч рублей. Я готова вручить именно вам. Я понимаю, что сейчас еще немного времени подумать. Вам нужно дать. Я это предоставляю, это время, но я не всесильно. Это время программы. И его слишком мало осталось. Слишком мало его осталось, чтобы вот так вот им разбрасываться. Поэтому сейчас я настаиваю на том, что вот вы подумали, а теперь, пожалуйста, ответ. Ответ в эфир. Прошу. Ну так чего вы ждете? Врывайтесь сейчас сюда, в эфир и рассказывайте, что у вас получилось. Все дело в одной спичке. Вот казалось бы, да? Одна спичка лежит не на своем месте. Что тут такого? А когда этих спичек двадцать две, как понять, какая та самая? Я опять же, желтые не считаю. Вот девять желтеньких, это отдельная история. И вот она справа, и там пусть будет, равно пятнадцать. История, кстати, хороша. Жаль, что мы к этому значению не приходим все никак. Так, ну подумайте еще. Еще немного подумайте. А я еще немного подожду. Все-таки надеюсь услышать третьего героя, надеюсь услышать третьего победителя. Вас. 0-9-48, если звонок из России. 0-9-0-70-0-1, если из Армении. 0-9-48 с мобильного из Киргизии. И 0-8-278 с домашнего из Киргизии. Из других стран мира вы также звоните с мобильного телефона по номеру плюс 8-821-610-19-19. Откуда бы вы ни были, вы здесь. Говорите, что у вас получилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот можем взять две спички с восьмерки и поставить на тройку. Мне послышалось? Две спички мы не можем брать ниоткуда. Да берите уже тогда 3, 5, 10, это уже не победа. Вот если вы взяли одну, тогда нам есть еще о чем поговорить. Конечно, смотря откуда вы ее взяли, смотря куда вы поставили и что у вас в ответе получилось. Тут много условий, да. Но а как мне выявлять самого достойного телезрителя? Вот только тому, кто все эти условия сможет соблюсти, в своем ответе выполнить, тому я 15 тысяч рублей вручу. Потому что только он или она, этот человек, достойный этих денег. Если у вас какой-то спор постоянный с правилами моими, с условиями задания, с вашим «хочу-могу», то тогда, боюсь, у нас ничего не выйдет. Я жду вас. Я жду того, кто все это осознал. И сейчас из сложившейся ситуации выйдет победителем. Третьим и уже финальным победителем. С четвертым заданием. Если мы успеем даже к нему перейти, мы не успеем с ним справиться. Я уже должна вам об этом сказать, потому что это уже понятно, это уже очевидно. Задание будет еще сложнее и... Ну, объяснить, может быть, вам его успею. Но разобраться с ним мы не успеваем. Факт. Так что вот это последняя возможность одержать победу в моем шоу. Здравствуйте. Говорите, что у вас получилось. Здравствуйте. Мне кажется, что вот из единицы нужно сделать два. Нет. Нет. Как жаль, что я опять услышала глупость с добавленными, тремя добавленными спичками. Вот не надоело вам эти спички туда-сюда таскать? То в пример добавляете, то из примера выбрасываете. То опять же добавляете. Переставьте. В примере ничего с собой не тащите. Налегке, так сказать, сделайте все это. И побыстрее. Программа не резиновая, а 15 тысяч рублей оставить здесь мне не хочется. Я их предложила для того, чтобы кому-то вручить. А вручить-то некому пока. Так, я жду вас. Я жду вашего победного варианта ответа. Я надеюсь, он у вас уже сформулирован. И сейчас вы набираете номер телефона прямого эфира, чтобы этот вариант ответа сюда донести. Я правда на это надеюсь. То есть я хочу, чтобы это было реальностью. Но не от меня она зависит. Опять же, от вас. Так, какая спичка? Откуда и куда? Должна переехать. Какая спичка? Откуда и куда? Должна переместиться. Мне искренне жаль, что вы пока не отвечаете на этот вопрос. Но все-таки, я надеюсь, пока. У нас мгновение. Ну, используйте их для победы. Используйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите. Алло. Алло. Первая пятерка переносим на вторую пятерку. Ой. Вторая пятерка, она же в ответе, она же правильная. Ее не надо изменять. Ее нужно получить 15. Я не знаю, как это еще сказать, как это еще объяснить. Потому что объяснила это уже со всех сторон. Я вам за ответ 15 предлагаю 15 тысяч рублей. Но посмотрите, новая информация на экране. Неприятная информация. Программа заканчивается. И вам бы сейчас похватиться и все-таки свой победный вариант ответа, который, я надеюсь, есть, донести в эфир. Так доносите же скорее. Чего вы ждете? Назовите мне победное решение. И заработайте, так и быть. 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей. Новое предложение. Последнее предложение. Но за ответ 15. Все-таки за ответ 15. Пятерка. Плюс. Единица. Тройка. Минус. И восьмерка. Что должно измениться? Что же в этой левой части должно измениться? По-прежнему эти изменения нам необходимы. Я очень жду, что к этим изменениям мы все-таки придем. 16 тысяч рублей. Тому, кто придет и расскажет об этом первым. Под конец программы. Уже действительно весьма, весьма, весьма волнительная ситуация. Программа заканчивается. И сейчас вы можете просто дотянуть до того момента, когда вы уже, зная решение, не успеваете его назвать. Это неприятная ситуация. Я не хочу, чтобы что-то подобное произошло сегодня. Я надеюсь услышать третьего победителя. Уже ни о каких других победителях я не говорю. Сейчас я жду последнего героя моего сегодняшнего шоу. Да, это сложное задание, но этот последний герой, он с ним справился. Я это знаю, я в это верю. 16 тысяч рублей. Я готова вам вручить. Ну так чего же ждете вы? Врывайтесь сейчас в эфир. Врывайтесь сейчас в прямой эфир. Становитесь богатее. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш ответ. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь просто из тройки двое поездки. Это сделать просто, это сделать можно, но нужно ли? Посчитайте. 5 плюс 12 минус 8. Это 15. Соберитесь. 16 тысяч рублей за грамотный ответ. А пока грамотного ответа не прозвучало. К сожалению. Я продолжаю ждать победного решения, но я знаю точно, что ждать осталось недолго. И я дождусь либо победного решения, либо конца программы. Хотелось бы, чтобы победного решения я дождалась, а конец программы он уже сам собой настанет, попрощаюсь и все. Но вот наоборот не получится. Поймите, если программа закончится, а победное решение так и не будет вами названо, то все. Возможности уже не будет. Когда закончится шоу, я не смогу принять ваш ответ. Как-то там закулисно, кулуарно. Нет. Вот сейчас в эфире и никак иначе. Понимаете это? Если вы сейчас это все осознали, пожалуйста, воспользуйтесь сложившейся ситуацией. Воспользуйтесь. Одна спичка. Одна спичка. Не на своем месте лежит. А где должна лежать? Жду ответа. Я жду вашего ответа. Откуда, куда, с какого символа на какой другой символ вы эту спичку переместили? Я надеюсь, что сейчас вы об этом расскажете. Я очень жду, что появится профессионал. Появится тот, кто достоин 16 тысяч рублей. И мне нужен этот человек. И он просто необходим. Итак, где же этот герой? Где же этот профессионал? Есть ли он вообще? Я не знаю, но я надеюсь. Что мне еще остается делать, кроме надеяться? Я надеюсь на вас. Итак, решайтесь. Решайтесь сейчас стать богаче. Вы это можете. Я не сомневаюсь в этом. Не на секунду. Откуда и куда белая спичка должна перебраться, чтобы вашими стали 16 тысяч рублей? Итак, я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я не знаю, чего ждете вы. Алло, вы в эфире. Что у вас получилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Единицу делаем двойкой. Опять вы добавляете спички. Да, вы увеличили левую часть таким образом, но у вас не 15, у вас 20. То есть тут переборщили. Кстати, со спичками вы тоже явно переборщили, перестарались. Добавили много штук, чего делать никто вас не просил. Вот мы опять сталкиваемся вот с этими неприятностями. Нарушение правил я имею в виду. И опять это не делает богаче вас, а мне бы хотелось, чтобы уже кто-то в этом задании богаче стал. Так, где же этот кто-то? Где же этот человек? Где же этот профессионал? 16 тысяч рублей. Огромные деньги. И последнее мгновение программы, чтобы успеть эти деньги заработать. Успейте. Успейте стать сейчас их владельцами. Здравствуйте, вы в эфире. Ваше решение. Алло. Алло. По-моему, 8 на 3 надо заменять. Вы подгоняете. Вот. Мне не нравится, конечно, что вы выбросили две спички. Но мне нравится, что вы получили ответ 15. Даже есть какая-то логика в вашем поступке. Но вот попробуйте, не выбрасывая спичек, так же прийти к ответу 15. Так, подумайте еще. Еще немного. Мне кажется, вот вы в своем ответе очень даже близки к победному. Вот только без выбрасывания бы спичек, а при помощи одной переставленной. Попробуйте, попробуйте скорее. Вы успеваете еще и справиться. Я жду другого вашего звонка с другим ответом. С победным ответом. И очень жду. Ну что, поторопитесь. Поспешите. 16 тысяч рублей. Заработайте. Действуйте. Вы можете справиться с этой головоломкой. Вы можете разобраться с этим заданием. Это однозначно. Это определенно. Но пока мы вот как-то притормаживаем. Хотя вот уже финишная черта. Тут нужно мчаться на всех парах. Не в ущерб качеству, конечно, но все-таки поспешить вам стоит. Итак, одна спичка, которая портит всю картину. Одна спичка, которая находится не на своем месте. Я жду. Я с нетерпением жду, что сейчас вы на эту спичку укажете. Поскорее прошу вас. 16 тысяч рублей, которые мне некому вручить. Я уже ничего не могу сделать. Вы видите, что я просто стою, молчу, жду вас. Я все сказала, все предложила. Уже больше 16 тысяч рублей я вам не вручу. Не имею права. Остаются мгновения программы. Продлить время я тоже не могу. Так что я жду вот эти мгновения. Я сейчас просто наблюдаю, как они уходят. И пока вы молчите, уходят они бесполезно. Ну так чего ждете вы? Почему я не слышу ваш ответ? Или у вас его нет, не хочу, так думаю. Нет, нет, нет. Есть. Ответ победный у вас есть. Только вот чего вы его держите при себе, я не понимаю. Он вам сам по себе ничего не даст. А вот назвать его, вы разбогатеете. Говорите, что у вас получилось. Я думаю, что эти телки надо сделать ноль. Я думаю, что вы не читали правил. А под конец программы это уже просто непростительно. Говорят, не зная броду, не лезьте в воду. Вот тут, не зная правил, нечего даже руки запускать в это задание. Пожалуйста, понимайте-то суть, задача. Переставить спичку, получить требуемый ответ. Спичка должна быть белая, переставлена в белой части. А я должна уже с вами прощаться, а не объяснять. Это все. Вот так. Я жду вашего победного звонка. Я надеюсь, что сейчас вы мне все расскажете. Здравствуйте, ваше решение. Алло. Алло. А тут нужно единица на 5 переставить спичку. Нет, единица развалится на 5, неизвестно куда я, кстати. Вот именно эту ситуацию я оговаривала, что когда вы ставите спичку на цифру, уточняйте, во что эта цифра превратилась. У вас единица развалилась, пятерка непонятно во что превратилась. Я не засчитываю этот ответ, он непобедный в очередной раз. Здравствуйте, что получилось у вас? Говорите. 8 меняем на цифру 3. Вот уже, уже я насторожилась. Меняем? То есть восьмерку вы просто выбросили, а на ее место просто принесли ту цифру, которая больше подходит. Вот если было все так просто, я бы не предложила вам 16 тысяч рублей. Тут надо не поменять одно на другое, а трансформировать, изменить. Переставив одну спичку, изменить два символа взаимных. Вот уже прямо вам говорю. Да, вы можете изменить восьмерку, но одной переставленной спичкой, а не выброшенными двумя. Опять у вас какие-то особенности в ответе, вот какие-то свои изюминки, которые правилам противоречат, к сожалению. Я жду вас. Я все-таки жду вашего победного варианта ответа. Решайте стать победителем. Молчание сейчас совершенно неуместно. И я не понимаю, почему вы молчите. Я сейчас уже... Ну все, я должна прощаться и уходить. Уже ничего больше для победы вашей я не сделаю. Я уже в этом призналась раз, вот я это повторяю. Вот вы успели, говорите, что у вас получилось. Ничего у вас не получилось. Если вы что-то выбрасываете, нам даже говорить не о чем. В данном задании, по крайней мере. Нет, бывают задания, когда что-то лишнее, но это не тот случай. Тут все нужно, тут просто не на своем месте одна спичка лежит. И... И как же ее переставить-то все-таки? Вопрос стоит ребром. Хотя уже времени нет совсем. Я действительно должна прощаться с вами. Я не шучу. Шоу завершено. 16 тысяч рублей. Огромные деньги. И, к сожалению, мне некому их вручить. Хотя на данном этапе уже... Так, вы в эфире говорите, что у вас... Алло. Да, алло. Давайте с восьмерки возьмем спичку. Поставим ее на тройку. Получим 5 плюс 19. Минус 9 равно 15. Вы нужную спичку с восьмерки взяли. Я боялась, чтобы... Что вы вам не то схватили? Нет, вот так выглядит равенство. Вы молодец. Как вас зовут? Меня зовут Мариана. Мариана. Откуда вы? Из Назрань. Мариана. 16 тысяч рублей. Город Назрань вам отправляются. Я поздравляю вас с победой. И я рада сегодняшним результатам. Три победителя. Три сложных задания решены. Вы молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...